8 ноября комитет по социальной политике законодательного собрания. Депутаты рассматривают проект закона о бюджете Забайкальского края только теперь уже на 2024 год и плановый период 25 и 26. Основные вопросы это сфера образования и медицина. На сферу образования планируется направить 30 миллиардов 400 с ростом к первоначальному бюджету на 4 миллиарда 600. На проведение летней здоровительной кампании детей 375 миллионов рублей. На мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних 21 миллион рублей. Дальше один из самых острых вопросов – зарплаты учителей. Минфин предлагает ввести стимулирующие доплаты по совместительству. Предусмотрено 276 миллионов рублей на доплату по стимулирующим надбавкам за совмещение работниками образовательных учреждений. Это тот вопрос, который учителя будируют и считают, что нет повышения заработной платы, потому что им не доплачиваются стимулирующие выплаты по совместительству. То есть сумма предусмотрена. Будет в Министерстве образования разработан нормативно-правовый акт и доведены все рекомендации до всех учреждений образования. Напомним, что учителя в Забайкальском крае не получают стимулирующие выплаты за высокие показатели работы с 2019 года и за достижение целевых показателей, так как надбавка относится к негарантированной. А работающие на полторы-две ставки педагоги и вовсе теряют в зарплате. Учитывая обращение недовольства педагогического сообщества, принято решение с 1 января вывести надбавку за классное руководство сверхзаработной платы, которую получают в пределах МРОД. То есть с 1 января эта надбавка выйдет за пределы МРОД. На эти цели предусмотрено 167 миллионов рублей. Далее медицина на здравоохранение пока что предусмотрена 12 миллиардов 900 миллионов рублей. И, наверное, тоже хочу сразу обратить ваше внимание, что предусмотрены, в связи с многочисленными жалобами медицинских работников, с 1 января 2024 года у нас вводятся за счет краевого бюджета ежемесячно стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь не входящим в базовую программу ОМС. Надбавки коснутся скорой помощи и первичной медицинской санитарной помощи. Размер выплат составит от 4,5 до 14,5 тысяч рублей. На эти цели предусмотрено 42 миллиона. Как пояснила министр финансов Вера Антропова, за два года после принятия законов Забайкальского края о повышении заработной платы в общей сложности учителя получат увеличение в 40%. Остальные квалифицированные работники – 26. Тем более, как вы видели на прямом эфире, вроде как все массово возмущаются по заработной плате. Вот я скажу про министерство финансов. Мы неоднократно обращались в районы. К нам ни одного жалобы, ни одной официальной не поступило, что кому-то не повысилась заработная плата.